Давайте уже тогда и по Калмагорову подробности. Интересно же в чем именно он затупок. По Калмагорову мы давали в несколько роликов было по Калмагорову. Есть упоминание, разъяснение это про Калмагорову, про его концепцию. Пусть при задании дефиниций, она есть в нашем фильме «Апгрейд мозга. Научный метод». Там все понятно из одного ролика даже. Вообще вот все вопросы, которые у вас могут возникнуть, большинство вопросов, 99,9%, они уже есть в наших роликах. Вы можете зайти на канал «Научный трибунал», нажать вкладку «Видео», пролистать вниз, начать смотреть те видео. Там нет лишней информации. Вот первый блок, он идет вообще без повторений, все темы новые, все коротко и ясно. Мы очень экономили ваше время, мы не тратили время на пустое, на что-то, на повторение, на разъяснение, не тратили. Мы просто широкополосно давали новый материал, который помогал человеку мыслить и получить ориентацию среди этого массива лженаучной информации. Поэтому начальные фильмы на научном трибунале просто рекомендую, вам это облегчит задачу, вы найдете все ответы на ваши вопросы. Какой эксперимент показал, сколько с пространствами не возись, объем останется тот же? Кто его проводил? Ваши родственники показывали, когда вот хаш варится, да, вот сколько с пространством в кастрюле не водись, сколько ты там не метайся, не перетаскивай его в террасу, обратно на кухню, в комнату, вот сколько ты с этим пространством в кастрюле не мечись, сколько ты туда продуктов не закидывай, сколько ты не вываривай, пространство в кастрюле останется тем же, объем останется тем же. Вы регулярно в этой жизни проводите этот эксперимент, без вариантов, все просто. Если надо подписать этот эксперимент, чтобы его кто-то великий, великий кто-то провел, ну найдите кого-нибудь великого, попросите публично сделать этот эксперимент. Вот кажется, надо отдельно ребятам объяснить, в чем фальсификация вот этой диссертации Саватеева, вот метод сам фальсификации Саватеева, и вот эта вот группа, вот гроздь лжематематиков, вот этих вот саросят, этих иностранных агентов от математики, прокрашившихся в нашу науку, этой ветви, которая начинается у нас с Калмогорова плотно, а до Калмогорова там были вот Ландау, был Капица, вот с этих вот товарищей. Вы уже приводили этот пример с неточными решениями, алгебра неточных решений, алгебра несистемных решений, алгебра случайных решений. Вот когда вы совокупно всех решений, правильных и неправильных, берете, да, и запускаете это как отдельную науку, этим пользуетесь. Вот сейчас мы вот так вот, шаг за шагом, коротенько, ясно, выведем этих на чистый воду, товарищи лжелученых. Алгебра несистемных решений, куда входят вот эти вот все алгебрические геометрии и геометрические алгебры заодно. Берем результаты вычислений 2 плюс 2, получается совокупность вычислений. Первое решение наиболее вероятное 4, да, его смышленные дети делают. Второе решение 5, 6, 7, 8, 148, да, также есть минус 7, минус 15, вот это вот все несистемное решение, да, есть точное решение 2 плюс 2 равно 4 или 2х2 равно 4 тоже, а есть несистемное решение. Мы берем вот это вот совокупно всех решений и объединяем в одну алгебру несистемных решений. И в этой алгебре можно прикидываться специалистам и защищать диссертации. Тем самым вы получаете доступ к дополнительному финансированию за счет государства. Это мошенничество, это обман широких масс населения и обман государства как системы, поскольку вы посредством лженауки проникли в систему и начали получать денежную подпитку, да, вы зарплату получаете за преподавание вот этого бреда. Именно по этой схеме получились все многомерные геометрии. Вот каждое многообразие это вот несистемное решение, случайное решение. Когда мы описываем пространство, у нас есть строгие дефиниции, определения, что такое поверхность, что такое плоскость, что такое линия, что такое точка, что такое пространство, что такое объем, да, это определяемое понятие. Фигура, любое тело в этом пространстве, оно расположено в пространстве, оно находится в пространстве, оно занимает какое-то место в пространстве. Но если вы подменяете понятие места, понятие многообразия и говорите, что плоскость это двумерное пространство, линия это одномерное пространство, это трехмерное многообразие, или играя вот с этими словами, можете по-разному заплетать, но смысл один. Вы можете выйти на пятимерное пространство, шестимерное, восьмимерное, но они не будут являться пространствами. Это фальсификация. То есть это алгебра несистемных решений, геометрия несистемных решений. Это просто обыкновенный обман, обыкновенная фальсификация. И вот товарищ Саватев умудрился получить многомерное размещение. Размещать не в пространстве, а в многомерности. То есть это жульничество. И товарищи, которые, вот эта вот вся концепция, он же не один, есть группа докторов наук, которые этим пользуются. То есть когда мы не уходим от конкретных дефиниций, конкретных определений, конкретных терминов, мы врать не можем. А когда мы уходим и начинаем подменять место и многообразие, то все, у нас появляется простор для жульничества. И вот некоторые безответственные ребята этим пользуются. Вот такая вот у них возможность фальсификации, на которой они становятся докторами, кандидатами физико-математических наук. То есть это обычное банальное жульничество и государственное преступление. Это множество, их тысячи. Вот этих жуликов, их тысячи. И эти жулики, ну вот представьте, если жулик, занимающийся такой деятельностью, ну он жулик-фальсификатор, если жулик, занимающийся такой деятельностью, начинает проявлять экстренную тягу к реформированию системы образования, то что мошенник, грантаед соросовский, начинает вести активный образ жизни и реформировать наше образование. Вот он входит в контакты, декларирует, занимается активно этой деятельностью. То есть это что такое? Это причинение вреда государству. В рамках этого всего у них есть такой прям яркий маркер. Они для своего мошенничества, для удобства своего мошенничества начинают вводить такое понятие, неопределяемое понятие. Вот в науке неопределяемых понятий не существует. Каждое понятие строго определено. Если вы там обозначили какой-то объект, у него должна быть четкая дефиниция, мы должны понять ответ на вопрос, что это такое. Они уходят от понятий. Преступник – это человек, нарушивший закон. Если вы не даете преступник, это неопределяемое понятие. Все. У вас любой преступник перестает быть преступником и так далее. Нарушай закон, не нарушай. Если нет этого определения, ты не преступник. И они обходят это. Они вводят неопределяемое понятие, причем по конкретно «полезным» для них, в «полезных» кавычках. Линия, точка, плоскость, пространство, объем – это у них неопределяемое понятие. Чтобы они могли врать о многомерных пространствах, о многообразиях, обманывать студентов, выдумывать всяческие, лженаучная теория. Это вот эта вот группа. Вот такой вот метод. Начинается всего подмена результата. Дважды 2 равно 4, вы получаете 5. И вы даете это за науку. Так вот, когда считают объемность пространства, количество мерности пространства, раз, два, три, да, три мерности, подпихивают туда четвертую мерность, это тот же самый обман. Пятую мерность – тот же самый обман. Шестую мерность – обман. Потому что в реальном пространстве все мерности больше трех, они совпадают с предыдущими. Как бы вы там не извращались, следующая мерность будет кратно трем повторяться, накладываться на ранее заданные оси через прямой угол, да. Это конкретно четкий результат. Они это подменяют, то есть это жульничество. Вот такая простая ситуация, ее несложно запомнить. Поэтому этих товарищей сами в состоянии вычленять, замечать. А алгебра несистемных решений, вот эта вот вся их подмена терминов, вот эта вот вся фальсификация, так и называется. Мысль насчет эксперимента, доказывающего отсутствие пространственного временного континула. Оглашай. Ну, у нас по-хорошему, каким образом считается объем пространства. Ну, соответственно, каждая мерность перемножается на последующую. Получается, если у нас там кубометр, получается метр на метр на метр. Надо еще умножать на время каким-то образом. Ну, если у них все-таки это континуум там как-то объединено. То есть у нас получается, допустим, метр в секунду, кубический. То есть за 2 секунды должно быть 2 кубометра. По-хорошему. И так постоянно должно увеличиваться пространство. Они таким образом это расширение обосновывают. Я просто не понимаю, как у них все в голове укладывается. У них не укладывается в голове. Они просто это барбочат, не укладывая. В принципе, если бы ты был на их стороне, у тебя бы были основания для диссертации. Ты бы мог уже задвинуть нормальный диссер и нашлась бы пачка 2 пучка Савватеева, которые бы тебя поддержали. Я уже думал специально написать какую-то вот такую ахинею и попытаться ее защитить, найти сторонников. После чего объявить, что это все ахинея, это я просто придумал. Ну, у них там это, там надо же не просто защищать, там надо быть беточкой от этого дерева. Ну, насколько я за этим наблюдаю, там не просто так. Они продвигают, ну, каких-то там своих детишек, в эту гнилость запускают, там родственников, соратников, национальных кадров и так далее. У них это прям традиция такая, делать деньги из ничего. Эдвард Широкий, Кривой Рог. Семихатов соизволил официально отписаться в комментариях помеченной системы. Семихатов. Просим скайп с ним. Вопросы к зрителям Семихатова. Какие из этих явлений вы считаете существующими реально? Ну, длинный текст. Дальше ссылка о гравитационное взаимодействие с новой космологии Катюшек В.Г. Семихатов. Здравствуйте, Эдвард. Катюшек, как и каждый человек, имеет право на собственную позицию относительно того, что происходит. А для своего вопроса используйте, пожалуйста, формулу. То есть Семихатов отвечает, Эдвард просит беседы по скайпу. Мы за. Прошу Сергея связаться, если беседа возможна, ее организовать. У нас уже две беседы подготовлены к раздаче, оба с математиками, с аспирантами, с высшим образованием. Вот, они уже залиты на втором трибунале и будут открыты в ближайшее время. Ваша команда активно терроризирует Сватеева на тему того, что давайте говорить с Виктором по скайпу, там, как угодно, выходите на связь, потому что, ну, если вы уверены в своей правоте, вы сможете доказать, уложить его на лопатки. Вот, он пока игнорирует, не хочет никуда выходить. Можно быть, пригласите лично его? Они ему по каналам, по видосам пишут. Приглашаю лично господина Сватеева. Гарантирую бережное обращение в рамках Ратунного, конечно. Просьба одна, честно разговариваем, не врем, тогда вообще никаких претензий не будет. Пообещайте не обзывать его. Ну, конечно, обзывать зачем? Конечно, без всяких обзываний. Учна нет, но, извините, если вы будете скользить, прятаться, оборачиваться, будем называть вещи своими именами. А беседа будет, у нас же есть много хороших бесед, спокойных с людьми, с математиками. Одного забравшегося, который врал, целенаправленно рвал, врал по интернету, клевету, домыслы, плевать на факты, вот это излагал, вот этого пришлось отмокать, товарищи. Врать не надо, всегда говорите правду. Мы, поскольку занимаемся деятельностью близкой к науке, кавычкой, близкой к науке, берем за всех, то врать не надо. От этого очень много зависит. Приглашаю господин Саватеев на беседу. Ребята, спасибо, что помогаете создавать такой интересный контент, спасибо, что обращаетесь к специалистам. Ну, действительно, как быть студенту? Вот он слушает одного, слушает второго, где-то понятно сразу, кто прав, кто не прав, а кому-то, может, непонятно. И для того, чтобы ему стало понятно, сколько мерности у пространства, ему надо, чтобы встретились два человека и поговорили об этом. Он поймет, можно многомерно что-то размещать, не можно, является ли модель реальностью, является ли пространство абстракцией. Ну, эти вещи для студента важны, для понимания этого всего. Что такое научный метод, как он узнает, если не из беседы двух специалистов. Поэтому эти беседы всегда положительный эффект несут. Если вам не жалко дать информацию студентам, приходите, пожалуйста. Вот сразу зацените, что у человека в голове. Это вот человек, но он же получил образование, он же обязательно образование, он обучался, школу окончил, может, что-то еще. Интересно, а если положить пространство в коробку, занести в квартиру и вытряхнуть его там, это будет считаться вложенным пространством? И сколько раз можно эту проводить манипуляцию? И при продаже квартиры, как убедить покупателя, что тут много вложенных пространств и квадратура квартиры намного больше? Ну, это или Степа, или человек действительно так думает. Вот реально. Это вот мракобесие, которое они с этими пространствами творят, вот эти геометры алгебраические, геометры. Это вот приводит вот такой вот к чуше. Хотя нет, если положить пространство в коробку и унести, появится место без пространства. А за это уже можно по шапке получить. Да, человек это все-таки шутил. Даша Беспалова. Спасибо за труды. Учусь на факультете физики. Тут рассказывают сплошной бред, только вы вправляете мозги. Я рассказал о преподах квантовой физики про модель фотона. Кораблик, гусь и пуля. Так он сказал, молодец, вы гений, можете закрыть дверь на факультет с другой стороны. То есть, если студент думает, мыслит, он с факультета может удаляться. Человек реально учится и осознает, что ему преподает бред. Вот как получать это образование? Вы приходите, у вас не укуренный профессор, он не укуренный, он без препаратов. Он просто цитирует Гонева, накрапленная предыдущими гомеоморфологами. Даже слова-то ругательные. Гомеоморфолог, гомеоморфолог. гомеоморфолог. И это приходится изучать, что тебе нужен диплом или нет? Нужен. Тогда учи эту фигню. Ну как это так? Без этого ты не специалист. А после того, как ты выучил фигню, ты все равно не специалист. Это издевательство над нашим населением. Это под нашими детьми издевательство. Это подлецы и сволочи. Дальше. Что не так с прямым углом проблематика? С этим прямым углом что-то не так. Вот в угол устали с прямым углом. Мы сомневаемся в свойствах прямого угла. С прямым углом что-то не так. Как? Что-то не так с прямым углом. С плоскостью не так. С линией с параллельными прямыми что-то не так. Мы тревожимся. Из нас вылазят лобачевские такие. Начинают в этом сомневаться. Придумывают тупорылые безмозглые геометрии. Что не так с прямым углом? Это болезнь. Тоже интересный комментарий. Ваша физика для понимания третьеклассниками. А вот устройство мира для серьезного ума в скобках моего не хватило чтобы понять. И далее ссылка на эфирщика. Ваша физика для понимания третьеклассниками. А вот для серьезного ума моего такая вот веселуха. Вообще вся физика вся наука должна быть так написана чтобы должен понять и третьеклассник и бабушка на лавочке должна это понять без всякого вранья без придумывания без дополнительных сущностей. Вся наука должна быть приведена в простой вид. это можно сделать разбиваете на фрагменты на простые и внятым языком объясняете если в этом есть смысл вы сможете это легко доступно для понимания третьеклассника изложить если в этом смысла нет как бы вы ни старались вы можете умно выглядеть бормотать эти все гомеоморфности многообразие вложенное пространство но это не будет понятно это лженаука иметь не одно значение значит не иметь ни одного значения если у слов нет значения значит утрачено всякая возможность рассуждать друг с другом а в действительности и самим собой ибо невозможно ничего умыслить если не мыслит что-нибудь одно но но дуракам закон не писан если писан то не читан если читан то не понят если понят то не так дураки нас окружают мы должны этому как-то противодействовать поэтому подписываемся на наш канал смотрим контент ставим лайк и распространяем по возможности по интернету с вами был Виктор Катюшик канал Научный Трибунал до мост м кое-go р на че м это но то не на х Субтитры подогнал «Симон»